В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. Для департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области начались тревожные дни. Председатель областного маслихата Нурлан Дулатпеков выяснял, как выполняется программа по выпуску сельхозпродукции в Асакаровке. Больше 50 многодетных матерей области были награждены подвесками Алтыналка и Кумысалка. Прошли областные учения ЧАЭСников. Спазатели проходили специальные тренировки по спасению людей во время паводков. И на практике отрабатывали приемы работы со спецтехникой по остановке паводковых вод и предотвращению затоплений жилья. Подробнее в следующем сюжете. Республиканские военные учения КОКТЕМ-2014 проходят в поселке Токаревка. Спасатели отрабатывали свои навыки, дабы предотвратить все возможные угрозы предстоящих весенних паводков. Быстрая реакция, спортивная подготовка спасателей, готовность техники и личного состава – все это проверялось сегодня. Место проведения департаментом по чрезвычайным ситуациям выбрано не случайно. Паводки приносят большой урон именно в маленьких поселках. Здесь мы показали нашим сельчанам, что у нас есть на вооружении, какую технику мы имеем, чем готовы оказать в случае возникновения негативных последствий паводкового периода. Также спасатели разместили на месте передвижной пункт продовольственного снабжения и автоколонны для перевозки населения. Все это было продемонстрировано на всеобщее обозрение. Жители малых поселков увидели, что наши спасатели готовы в любой момент предотвратить чрезвычайную ситуацию. Честники сообщают, что весь март и апрель они будут на чеку. Амина Смакова, Карат Рашито, Бахтиар Аспанов, 1-й Карагандинск. Оказывается, дорожно-транспортное происшествие может произойти и на довольно спокойных улицах. Перекресток Ленина и Алалыкина не поделили автобус 134-го маршрута и Ауди. Подробности далее. Воистину не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Возле гастронома на улице Ленина судьба свела двух водителей в точке дорожно-транспортного происшествия. Один решил проскочить, другой, видимо, вовсе не заметил маневр коллеги по вождению автотранспорта. Габариты машин разные. Правда, все обошлось без травм. Только пассажирам автобуса пришлось пересаживаться на другой маршрут. Да обиженный водитель Ауди так и не вышел из битой машины. Естественно, окончательное решение будет за дорожными полицейскими. Но в очередной раз подумать, как вести себя на дорогах, просто необходимо. В прошлом году на этой же улице Ленина в сентябре, столкнувшись с грузовиком, погиб водитель Митсубиши. Стало невыгодным оттягивать срок возврата долга по решению суда. В законодательство внесли изменения, по которым судебный исполнитель может взыскивать пеню за просрочку. И это не все. Должник должен отмечаться у судебного исполнителя, независимо от того, платит он алименты или возмещает человеку материальный ущерб. Теперь оттягивать срок возврата долга по решению суда невыгодно. Согласно изменениям, внесенным в законодательство Республики Казахстан, судебный исполнитель обязан взыскивать через суд с должника пеню в 0,1% от долга за каждый месяц просрочки. Изменения в законодательстве сильно усложнили жизнь должникам. Теперь они должны в течение двух дней выполнять решение суда. Причем независимо от того, возврат ли это долга за коммунальные услуги в 3 тысячи тенге или погашение кредита в 10 миллионов тенге. Пока неплательщик будет медлить, на его долг набежит пеня 0,1% от суммы долга или стоимости взысканного имущества, к примеру, квартиры. Раньше был срок на добровольное исполнение решения суда, но в связи с поправками в законодательство его отменили. Есть в законодательстве еще одно новшество. Согласно новым требованиям, должник обязан по окончании исполнительного производства один раз в месяц, а также в случаях вызова, являться к судебному исполнителю. Неявка влечет административную ответственность. Это относится и к алименщикам. Причем в первом случае им придется ходить к приставу и носить квитанцию об оплате каждый месяц до тех пор, пока его дети не станут совершеннолетними. А во втором, пока он полностью не погасит долг. Иначе всем грозит административная ответственность в виде немаленького штрафа. В Осакаровке в прошлом году уменьшился выпуск продукции животноводства, в том числе и молока. Председатель областного маслехата Нурлан Дулатбеков увидел своими глазами, как выполняется утвержденная программа сельскохозяйственного района до 2015 года. Во время поездки председателя областного маслехата Нурлану Дулатбекову в Осакаровский район сообщили о том, что за 2013 год объем промышленной продукции составил около 15 миллиардов тенге. Компания «Арселор Митал Цимиртау» и «То Караганды-Хсу» не выполнили план забора воды в полном объеме. Кроме того, уменьшился выпуск продукции животноводства и производства молока. Не выполнено прямой показатель результата. ИФО вала выпуска продукции животноводства при плане 101,7% выполнено на 98,1%. Неисполнение ИФО вала выпуска продукции животноводства связано с уменьшением производства молока. Из средств республиканского бюджета в рамках программы «Дорожная карта в занятости-2020» проведен средний ремонт автодороги Козелар-Дапа-Владар-Дальняя. На сумму 60 миллионов тенге. Отремонтировали тепловые сети поселка Молодежный почти на сумму 30 миллионов тенге. По программе развития регионов реализовано 22 проекта на сумму 27 миллионов тенге. Но есть определенные трудности, отметил Аким Асакаровского района сержант Аймаков. Аким области на каждом аппаратном совещании ставить на вопросы по гипоматеринической смертности, по недопущению детской и гипоматеринической смертности. Также эта очень большая программа находится на постоянном контроле. Я так думаю, мы будем его исполнять. В 2014 году в Асакаровском районе планируется достичь положительных результатов экономики, промышленности, в сельском хозяйстве, в здравоохранении. Будут решаться и социальные проблемы. И как раз совместная работа исполнительных органов и представительных органов по решению социальных проблем, социальных вопросов является одним из актуальных. И мне радует, что в этом районе как раз депутаты вместе с исполнительными органами совместно решают вот эти вопросы. Кроме того, в Асакаровском районе в рамках развития регионов в текущем году будет реализовано 22 проекта по благоустройству, освещению, санитарной очистке, ремонту дорог и установке детских площадок. На это выделено больше трех миллионов тенге. Николай Кровец, Таллиген Рашитов, Бахтяру Спанов, Первый Карагандинский. Депутаты областного маслехата на заседании фракции подняли вопросы о том, как обстоят дела с ценовой политикой на лекарства. Оказалось, что у нас в городе сегодня наблюдается нехватка протезов. Сегодня в Карагандинской области продолжают фиксировать цены на лекарственные препараты. Пока все стабильно. Более 1350 наименований в настоящий момент обеспечиваются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Уже утвержден перечень лекарственных средств по различным заболеваниям. На сегодняшний день у нас проведена работа, то есть заключенный меморандум, на более 230 наименований лекарственных средств, которые отпускаются по фиксированным ценам, которые мы зафиксировали на 10 февраля. И пока этот меморандум будет действовать до двух месяцев. Но в последующем, я думаю, что есть у нас согласование со всеми аптеками, аптечными складами, оптовиками, что эти меморандумы будут дальше продолжены. Депутат областного масляхата Турикожат Лемисов интересовал вот такой вопрос. Если вы получите себе протез, человек должен пойти записаться то ли в сон, то ли куда-то в очередь, потом ему вот так вот, а если человек пожилой, его, я так думаю, умышленно туда отодвигают, что хайзер жопки или шелкель, то есть вот такое. Вот в этой части вообще, как вообще это все делают с хайзером? Препосредственно протезно-техническую помощь, это уже в разделе работы управления социальной защитой. Действительно, таких производств у нас мало, по республике в целом. Но сейчас мы вот на базе клиники Макожанова совместное производство с Кореей организовываем, чтобы производить эти протезы у нас. Но, к сожалению, да, их не хватает, это реально, потому что нету производства и в республике в целом, и в нашей области в том числе. По словам Толигена Садвакасова, сейчас задача управления здравоохранения заключается в том, чтобы стабилизировать ценовую политику на лекарства. Ведь не у всех жителей нашего города есть финансовые возможности, чтобы купить тот или иной препарат. Все лекарства, которые реализуются в аптеках в области сегодня, прошли необходимую регистрацию для реализации на территории нашей страны. Николай Кровец, Лжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Кто может в миг прекратить наши зубные боли и придать зубам ослепительный блеск? Сегодня стоматологи всего мира отмечают День зубного врача. Как проходит этот врачебный праздник у наших отечественных зубных лекарей, узнавала Амина Смакова. Именно с этих фраз и начинается День наших зубных врачей. С утра и до вечера стоматологи лечат, осматривают, пломбируют, отбеливают наши зубки. Окулист смотрит в глаза, лор врач в уши, а зубной врач в рот. Почему же День этого доктора отмечается именно 6 марта? Число это выбрано не случайно. 6 марта 1790 года Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона был изобретен стоматологический бор. Первый стоматологический бор представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом, что не мешало Гринвуду изготовить для Вашингтона четыре съемных зубных протеза. Интересно, что в качестве ножного привода бора Джон Гринвуд приспособил колесо прялки, которой пользовалась его мать. И только спустя век с лишним в 1907 году появилась электрическая бормашина. К счастью, на сегодняшний день наши зубные врачи оснащены не только знаниями, но и всеми чудесами техники, которые позволяют безболезненно лечить наши зубы. Стоматолог Азамат Ибраев бывает за один день принимает более 5 пациентов с тяжелой формой заболеваний зубов и 10 пациентов просто осматривает. Доктором мечтал стать с самого детства. При поступлении в университет решил быть зубным врачом. Многие люди боятся стоматологов, однако опытный врач Азамат Ибраев уверяет, ничего страшного в стоматологии нет. Анестезию сейчас сделаю, корешинку беру. Бояться не нужно. В данный момент у нас есть много современных анестетиков, которые помогают все манипуляции провести безболезненно. Так что нужно ходить к стоматологу. Наш зубной врач из опыта советует, необходимо каждые полгода посещать стоматолога. Главное это у нас профилактика. Всей семьей берем, раз в полгода ходим на прием, смотрим, узнаем все свои проблемы, мелкие, сразу же их решаем, дабы они не переросли в более крупные. Журналист Первого Карагандинского решил взять на себя роль зубного врача и принять одного пациента. Во всем мире людей в белых халатах боятся, однако именно они обеспечивают нам здоровый полосы рта и возможность вкусно покушать. Как выяснилось, ничего страшного и опасного в зубном враче нет. Пациент спокойно сидит и ждет, когда стоматолог вынесет свой вердикт и назначит нужное лечение. Так что вперед на осмотр. В канун женского праздника указом президента страны больше 50 многодетных матерей в Карагандинской области наградили подвесками Алтаналка и Кумесалка. Сегодня Акима области Баужан Авдишев поздравил женщин с весенним праздником 8 марта. На торжественном приеме у Акима области собрались 48 представительниц из всех городов и районов области. Баужан Авдишев подчеркнул, что сегодня нет такой сферы жизни, где не работали бы женщины. В настоящий момент в Карагандинской области проживает 719 тысяч женщин, а это больше половины всего населения. Причем 18 112 из них являются многодетными матерями. Конечно, все женщины заслуживают. Любви, уважения, почитания каждый день. Но 8 марта своя неповторима ура везде. И поэтому не случайно остается одним из таких, тем больших праздников, которые не подвластны времени. По традиции, в канун женского праздника указом президента страны многодетные матери награждаются подвесками Алты-Налка и Кумы-Салка. В нынешнем году их обладательницами от Карагандинской области стала 51 женщина, в том числе Гульжан Бакирова, Асем Киукеева, Галина Климовская и Зульфия Культасова. Эти награды они получили из рук главы региона. В тёплой, непринуждённой обстановке состоялась беседа Акима области с участницами приёма. Своим мнением по различным вопросам жизни общества поделились герой социалистического труда Нурбакыт Кабдыкаримова, председатель Совета матерей при областной ассамблее народа Казахстана Салема Нурмагамбетова и многие другие. «Так будьте материальными великими, жёнами, нервными и умными, дочерями, любящими своих родителей, а сёстрами самыми лучшими». Участница Олимпийских игр 2014 года в Сочи Екатерина Айдова поблагодарила Акима Карагандинской области за ту поддержку, которую он оказывает спорту. «Для нас, для всей лимбийской сборной, была очень приятная поддержка наших протечественников Олимпийских игроков. Каждый раз, когда нас так, мы знаем, что нас болеет, переживает весь Казахстан. Поверьте, это очень огромная ответственность. И мне, как родившийся и выросшийся в Караганде, очень приятно возвращаться сюда снова и снова. Здесь были родные стены, здесь были первые тренера». В завершении Боржан Абдиши вручил всем участникам встречи благодарственные письма Акима области за их личный вклад в социально-экономическое развитие региона и активное участие в общественной жизни. С праздником, дорогие женщины! Николай Кровец, Кабиден Гуржбеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. И ещё об одном. Сегодня в детском саду Байтирек прошёл утренник, посвящённый Международному женскому дню. Малыши в стихотворениях, песнях и танцах поздравили своих мам. В детском саду с утра неспокойно. Воспитатели переодеваются в сказочных героев, дети повторяют стихотворения. Такая суета не случайна. Детский садик празднует 8 марта. Готовились к этому дню целый месяц, и результат налицо. Дети танцуют, поют, читают стихотворения наизусть и, как ни странно, спокойно сидят на местах, что в обычный день явление редкое. Основными словами в стихотворениях были слова о любимых и дорогих мамах, которые привели своих малышей в этот садик за руку. Дети читают, а родители, не скрывая радости, снимают на камере своих любимых чат. После утренника всех ожидало праздничное и сладкое застолье. Амина Смакова, Лжас Габаса, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам по телефону 420649. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин